привет привет народ привет с вас на канале сервер фокс и я хотел рассказать про правила передвижения по льду зимой соответственно на рыбалке ну или мало ли когда вы занимаетесь спортом или еще каким-либо действием прежде всего передвижение по льду сопряжено с определенным риском и требует соблюдение правил безопасности в устойчивую зимнюю и морозную погоду когда температура к правилам превышает более минус 5 градусов безопасно для передвижения одиночных пешеходов если вы продвигаетесь один на рыбалке по льду особенно это актуально по первому льду лед толщиной 4 и 5 сантиметров 8 сантиметров может уже выдержать двух людей которые стоят рядом при среднем весе по среднем росте 12 14 сантиметров и уже 5 7 человек может выдержать осенний лед безопасен для одного человека при толщине не менее 10 сантиметров это необходимо помнить для безопасного и комфортного пребывания на льду далее при недостаточном толщине ледяного покрова и усиливающимся морозе можно попытаться выждать некоторое время соответственно думали где-то вы приехали на дачу в преддверии определенных праздников выходных лучше не рисковать а подождать сходить в баньку еще чем-нибудь заниматься чтобы лед стал толще и окреп и соответственно надо подождать температуру минус 5 градусов за сутки на мерзает 6 8 миллиметров при минус 10 10 15 миллиметров и минус 15 17 25 миллиметров при минус 20 градусов лёд намерзает 23 32 миллиметра а при минус 30 за сутки на мерзает три с половиной аж 5 сантиметров льда наиболее прочен прозрачный лед синеватым или зелитоватым зеленым оттенком без воздушных пузырьков образовавшийся в морозно-безветренную и без осадков погоды во время оттепели из морозе дождя лед становится более белым и матовым иногда приобретать желтый оттенок такой очень лед ненадежен без крайней необходимости не следует выходить на весенний пористый лед то что он имеет свою структуру как грубо говоря как мочалку и можно провалиться если осенний лед у вас может под ногами похрустить предупредить осенний весенний просто поплавок нырнете туда и все я был не раз свидетелем данного происшествия очень опасен осенний ноздреватый лед который предоставляет представляет из себя замерзшего время метели снег на участке такого льда ступать нельзя ни в коем случае потому что провалить сразу молочный белый или матового цвета лед вдвое слабее прозрачным он образуется в результате смерзания снежинок в обе во время обильного снегопада такой лед может проломиться без предусостерегающего хруста и потрескания если поверхность льда не покрыта снегом можно видеть как под ногами образуется мелкие расходящиеся во все стороны радиальные трещины то есть в разные стороны одновременно слышно негромко похрустый напоминающий треск рассохшегося дерева по такому льду можно идти лишь в самом крайнем случае если по идеальным трещинам добавляется еще и кольцевые да еще по группу паутинка получается значит прочность этого льда на пределе и он может проломиться в любой момент не надо рисковать ребят лучше уходить с таких участков ни одна рыбалка ни одна рыба не достойна вашей жизни при выборе пути по льду выдаема надо учитывать что он своей структуре неоднороден где-то крепче где-то слабее например на быстрых речках и местах сужения у крутых берегов лед часто представляет собой несколько тонких корочек разделенных слоями воздуха у берегов такие воздушные пузыри могут достигать значительных размеров иногда больше метра по мере удаления от берега воздушные пустоты уменьшаются и лед становится монолитным поэтому при спуске на лед и выходе на берег следует соблюдать особую осторожность человек провалившийся подобную яма может сильно травмироваться иногда многослойный лед может можно распознать потому что его уровень у берега намного выше 2-3 метра ближе к середине реки вообще на быстрых известных речках лучше удержаться подальше от берега наиболее тонкий опасен лед под снежными сугробами в обрызлых берегов заросли тростника местах падения вытекания из озер рек и ручьев ловы скал мороженых лед коряк поваленных деревьев местах слояния нескольких потоков то есть там где вода не спокойно и поэтому замерзает гораздо позже чем местах с тихим и ровным течением холодную погоду полынил скрытые под снегом иногда можно распознать по характерному парению а в темное темное пятно на ровном снеговом покрое можно означать что в этом месте лед более тонок чем вокруг и не куда соваться не стоит куда идти в сгибах рек надо стараться убежаться как можно дальше от обрывов там течение быстро неспокойно лед тоньше и промерзает неравномерно то есть как волной идет весной наиболее опасен на участках густо заросших от соков затопленных кустов выходить на берег и особенность спускаться к реке следует местах непокрытых снегом в противном случае подскользнувшись и раскатившись на склоне можно угодить даже в видимую полынию так как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно для того чтобы перейти образовавшуюся на поверхность льда лужу и не замочить ног можно на мгновение окунуть в воду валенки или сапоги и дать им обмерзнуть за вашейся на поверхности обуви тонкая ледяная корка на некоторое время защитит ваши ноги от намокания по льду прочность которого сомнительно идти не следует по одиночке сохраняя интервал между людьми не менее пяти метров самый опытный человек самый опытный рыбак в вашей группе в том количестве где вы находитесь должен идти первым налегке прощупаю простукиваю лед пешней для этого специальные советую вам брать на первой рыбалке на даже на те даже середине зимы следует они отказываются от нее я часто езжу сам на аку то есть я езжу и сбором и спешной то есть непосредственно иду простукив перед собой лед мало ли что так этот человек который у вас будет идти там составе вы идете вдвоем втроем его желательно страховать с помощью длинной веревки обязана вокруг грудей и по льду следует осторожно скользящим шагом его еще называют пингвинем мягко ставим ногу на всю ступню при движении на лыжах местах повышена опасности надо расстегнуть крепления чтобы иметь возможность мгновенно освободиться от лыж полностью снимать лыжи не следует так как они уменьшают давление человека на лед несколько раз кроме того необходимо вытащить руки из темляков лыжных палок и скинуться на плеча лямку рюкзака практика показывает что люд довольно таки редко проламывается мгновенно обычно пролома предшествует треск проседания льда изменению внешнего вида может выступать вода поэтому характером трески проседания надо лучше сразу же повернуться назад не надо рисковать возвращаться подобных случаях допустимым только по собственным следам не отрывая ног от поверхности льда это самый безопасный путь приплава проламывая льда необходимо быстро освободиться от рюкзака и лыжных палок лечный живот широко раскинув руки и выползли из опасной зоны при наличии лыж попытаться лечь на них грудью и ползти отталкиваясь руками и ногами от снега двигаться нужно в ту сторону откуда вы пришли если человек оказался в воде он должен избавиться от всех тяжких вещей и удерживающий на поверхности постараться выползти на крепкий лед проще все это сделал втыкая в лед нож топор или острые концы лыжных палок если также выносите спасалки с собой это очень и очень вам поможет поэтому во время перехода через зимний водоем соответственно рыбалки необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет я иногда с собой на первой рыбалке когда я на аку езжу я постоянно ношу в нагрудном кармане нож на всякий случай из узкой полонии надо выкручиваться перекатываться живота на спину и одновременно выплазая на лед большой полонии сбираться на лед надо в том месте где произошло падение в реках сильным течением надо стараться избегать навальные стороны навальная сторона это куда уходит вода чтобы они оказаться в тянутый под лед как бы не было сложно выбираться из полу не следует против течения или сбоку если люд слабый его надо подламывать до тех пор пока не встретите твердый участок самое главное в такой момент сохранять спокойствие и хладнокровие даже плохо плавающий человек во время вовремя избавившийся от рюкзака и лыж некоторое время иногда довольно продолжительно может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки образовавшийся под одеждой и лишь по мере намокания одежды если человек теряет дополнительную плавучесть этого времени обычно хватает чтобы выбраться из полу не при этом следует помнить что небольшое что наиболее продуктивные первые минуты пребывания в холодную воде пока еще не намокла одежда не замерзли руки развились характерное переохлаждение и слабость и безразличие потому что людей губит паника они то ситуации в которой как правило они попадают в группе оказывают помощь провалившегося подлета то есть если вы едете вдвоем втроем не надо сразу всем кидаться к тому кто провалился 12 стоят третий разжигает костер готовит место туда куда будут эту бедолагу уже непосредственно провалившегося перетаскивать вот и там на место сушки на место лагеря так называемого скапливаться на краю полонию всем не только бесполезно но и опасно оказывающий помощь человек должен личный живот подползти к пролому во льду и подать на страдавшему конец веревки пишу или ручку бура ремень лыжу соединение стемляком лыжные палки связанные шарфы курки и так далее все что у вас есть под рукой при отсутствии всяких средств спасения допустимые несколькими людьми лично лед цепочкой и удерживать друг другу за ноги так ползком подвинувшись к полонии помочь пострадавшему во всех случаях при приближении края полонии надо стараться перекрывать как можно большую часть льда расставляя из стороны стороны руки и ноги ни в коем случае не создавать точечные нагрузки упираясь на него локтями или коленями когда спасатель действует в одиночку то приближаться к провалившемуся человеку целесообразно ногами втыкая в поверхность льда острые предметы если тянуть к потерпевшему руки то можно стащить за них имеющий опора спасателя в воду после того как пострадавший ухватиться за ногу или подлинную веревку надо опираясь на импровизированные ледобуры отползать от полыни если длинная веревка лучше заранее подвязать к стоящему на берегу дереву и обеспечившись таким образом гарантированы опоры от ползти к полынию человеку вытащенную из воды надо немедленно переодеть сухую одежду и дать есть несколько кусков сахара заставить активно двигаться до тех пор пока он окончательно не согреется почему сахар сахар это быстро углеводы дает быструю энергию то есть греет разгоняет организм ваши мышцы на берегу необходимо развести жаркий костер как бы потерпевший себя не чувствовал чтобы при этом не говорил последующие несколько часов надо постараться чтобы он находился в тепле помощь человеку попавшему в воду надо оказывать очень быстро так как даже 10-15 минут на пребывание на ледяной воде в ледяной это может быть опасным для жизни поэтому пока несколько человек оказывает непосредственно помощь потерпевшим вытаскивая исполнение другим необходимо одновременно разводить костры готовить сухую одежду строить убежище и прочее при необходимости постройки убежищ и разведения костра спасатели должны отдать потерпевшему всю свою сухую одежду взамен надев ее мокрую с тем чтобы высушить ее на ходу также очень тяжело придется тому человеку который оказал оказывается на себе помощь для него выход из воды это еще не означает спасение как бы не парадоксально это звучало так как мокро одежде на морозе сохранить свою жизнь бывает очень нелегко вдали населенных пунктов любом подобном супер экстремальном случае необходимо как можно быстрее выжать одежду и разогреть интенсивной работой мышц готовить капитальное убежище или продолжать двигаться до полного высыхания ветреной погоды допустимо выжать только верхнюю одежду остальную высушить на себе во время движения существует еще два аварийных способа сушки насквозь промокшей верхней одежды первой дайте есть замерзнуть а затем несколько раз тряхнуть чтобы кусочки льда отпали сами собой другой кататься в сухом снегу чтобы он впитал излишки воды после удаления основной массы влаги досушить одежду на себе совершая какую-нибудь интенсивную физическую работу например собираем дрова для костра или готовил лагерь сразу на месте если вы находитесь где-то в отдаленном месте все ребята берегите себя и запомните ни одна рыба ни одна рыбалка не стоит вашей жизни рыб много вы одни помните вас ждут дома всем удачи ни хвоста ни чешуи это был силе фокс а